Друзья, я всех приветствую на своем канале. Сегодня мы поговорим на такую тему Amir Capital, подведем итоги, скажем так, отчет прошлой недели. Я вам покажу, сколько получилось заработать, какая сейчас доходность, какой оборот структуры и вообще, как говорится, дальнейшие планы по данному направлению немножко срезюмируем. Дальше мы затронем такую тему, то, что сегодня в ночь произошло, а сегодня в ночь произошло это резкое падение биткоина и всех альтов. Поговорим немножко на эту тему и, как говорится, подумаем, что с этим всем делать. Итак, друзья, поехали по порядку. Давайте же начнем с Amir Capital. Итак, смотрите, друзья, за прошедшую неделю все инвестора получили следующую доходность. То есть в биткоине мы получили 0.68, в эфире 2.43 и в USDT 1.62. Друзья, я считаю, что это просто шикарная, великолепная, скажем так, доходность. Это действительно очень хорошая доходность по эфириуму. Это самая большая доходность за последнее время, которое, скажем так, я помню. А за 2020 год это вообще рекордный показатель по эфириуму. Как мы знаем, что у нас в основном фаворит это USDT, но эфириум сейчас также хорошо на рынке за прошедшую неделю показал свой рост и наши трейдеры очень хорошо этот рост поймали и дали нам ту самую доходность, которую мы с вами видим сейчас на экране. Итак, друзья, давайте же немножко посмотрим по структуре. Смотрите, то есть у нас, кстати, произошло небольшое обновление в фонде, то есть поменялся немножко личный кабинет, то есть стало, скажем так, все более нагляднее, то есть интереснее как бы стало. Да, сразу отображается ваш счет, ваш счет структуры и SolarBall. Как мы видим, что сейчас из-за того, что сегодня ночью криптовалюта очень сильно упала на 8 процентов, главная криптовалюта просела. У меня счет немножко просел также, потому что у меня было около 4000 долларов на счету, но у меня основной капитал это в эфире. В эфир просел с 280 до 260 и тем самым мой счет немножко покатился вниз. Но основное, как говорится, держит. То есть мы видим, что на данную секунду по курсу криптовалюты 255, мы видим, что у меня 3440 долларов на счету, 2 SolarBall и счет структуры также со счетом просадки криптовалюты сейчас 12 824 доллара. Так, смотрите, что еще вот сделали. Видите, сразу отображается вот графики. То есть на самом деле очень интересно сделали. Смотрите, что касается по партнерам. То есть как бы особо сильных результатов как бы за неделю не произошло. Как бы да, добавилось пару партнеров. На данный момент у меня зарегистрировано в моей структуре, в моей сети 30 человек, как мы видим, 24 это личных. Я пригласил 3 человека во второй и 3 человека в третьей линии. Так как у меня открыто 3 линии за счет моего, скажем так, статуса в фонде. Оборот структуры мы с вами посмотрели. По партнерским, скажем так, по партнерским мне получилось заработать за эту неделю 21 доллар. Но это сейчас оно немножко уменьшилось, потому что криптовалюта просела. Ну скажем так, партнерский бонус прилетел 21 доллар. Как бы это, как говорится, не может не радовать. Что лично, скажем так, я заработал? Я заработал за прошедшую неделю. Это 94 доллара. То есть 94 доллара сейчас вот посмотреть по курсу, скажем так, криптовалюты. Я уже взял, посчитал по низкому курсу, скажем так. Я считаю за неделю такой пассивный доход. Это вообще неплохо. И это, друзья, только начало, потому что мой счет, скажем так, каждую неделю приумножается. И у меня с каждым следующим, скажем так, понедельником доход все больше, больше и больше. То есть мои партнеры также зарабатывают все больше и больше. Это не может не радовать, потому что, как я говорил, ваш успех это мой успех. И в моих же интересах, чтобы мои партнеры зарабатывали. Поэтому, друзья, те, кто смотрит меня первый раз, я напомню, что у нас есть бесплатное обучение, у нас есть закрытый чат, где мы, скажем так, каждого обучаем и показывая вообще, с чего начать, что делать, и чтобы вы могли также в данном направлении, как говорится, зарабатывать. Но, как говорится, друзья, это ни в коем случае не призыв к действию. Все здесь деньги, которые вы видите, это лично мои деньги. То есть мне никто их не подарил, не дал в пользование. Как говорится, это лично мои деньги. Я сам ими распоряжаюсь и сам, скажем так, несу за это ответственность. Поэтому, друзья, если вы также хотите попробовать себя в интернете, попробовать зарабатывать в интернете в данном фонде, я все ссылки оставлю снизу в описании под видео. Вы обязательно заходите, смотрите, ознакомливайтесь, либо же пишите мне в мои соцсети. Я обязательно всем помогу, расскажу, что и как. Итак, друзья, что касается по Амир Кэпитал, то есть мы посмотрели, что 30 человек в структуре, потихонечку, скажем так, все развивается, люди зарабатывают. То есть мы видим, что у меня основное в долларах это 7700, почти 19 эфиров насобиралось. Ну и в биткоинах у меня 0.03 биткоина, потому что у меня на самом деле там, по-моему, только 3 человека в биткоинах позаходило, и то там суммы очень-очень маленькие. В основном весь упор, как бы у меня партнеры это новички, и они используют, скажем так, даже я советую, то есть если вы новичок, заходите в долларах. То есть вы хотя бы зайдите в фонд, посмотрите, как это работает. Если вам понравится, тогда вы будете уже, скажем так, заходить в эфирах, либо, допустим, так, в биткоинах. Ну для всех новичков я рекомендую заходить в долларах и, скажем так, вникать в это все дело. Итак, друзья, давайте же немножко сейчас посмотрим, что у нас, перейдем, скажем так, ко второй новости, что у нас вчера произошло, точнее сегодня ночью. А сегодня ночью, друзья, смотрите, что какая картина произошла. Биткоин с 10200, чтобы вы понимали, упал до 9300. Друзья, биткоин за ночь упал почти на 1000 долларов. С чем это связано, я пока не знаю, но сейчас в интернете ходят очень, скажем таки, громкие слухи, что Кит Джо 007 слил криптовалюту и видели его комментарии, что он говорит, я ничего незаконного не сделал, я всех предупредил, что я продаю по высокой цене. А для меня высокая, то есть для него высокая цена, это была 10 тысяч долларов. Что мы видим? То есть вчера биткоин 10200 поднялся и, как говорится, анонимный человек просто слил большую сумму денег и у нас просто криптовалюта полетела вниз. Плюс на панике люди еще тоже есть такое дело, когда резко падает, люди сразу же же лонг меняют на шорт, то есть продают. И за счет этого мы увидели очень сильное падение до 9300. Но сейчас она опять потихоньку подымается, 9500, 9600. Сейчас борьба идет. Но посмотрим, что с этого выйдет, как говорится, дальше. Еще бы хотел обратить такой немаловажный факт, что мы знаем, что главная криптовалюта это у нас биткоин. Естественно, падает биткоин, падают и все остальные альты. Поэтому биткоин, как вот видите, свежие новости вышли, биткоин с 10600 упал до 9600. То есть потерял 5%, на самом деле он потерял чуть больше процентов. Эфириум за последние 24 часа подешевел на 6%, до 261 доллара. Но я скажу, что сейчас уже эфириум 255 долларов, то есть он еще ниже упал в цене. То есть, скажем так, сейчас общая капитализация укатила до 167 миллиардов долларов. Это понятно, скажем так, это неприятно. Но, как говорится, у тех, у кого есть криптовалюта, такие моменты просто нужно переждать, пережить и не переживать. А те, кто зарабатывает с нами в фонде Amir Capital, это вообще нам, скажем так, никакой роли не играет. Потому что, как бы рынок не падал, мы все равно получим свою криптовалюту. Потому что наше количество монет, оно никогда не уменьшается, а наоборот приумножается. За счет того, что наши трейдеры, скажем так, наша компания платит нам доход именно в той монете, в том счете, в котором мы открыли. А открыть можно, напоминаю, в биткоине, в эфириуме, либо же просто в USDT, как я называю криптодоллар. Поэтому, друзья, такие новости получились. Во всяком случае, переживать тут ничего страшного нет. То, что криптовалюта падает, поднимается, это нормально. Нам, допустим, как инвесторам, это только на руку. Потому что наши трейдеры споймают это движение. И мы за это получим очень хорошее, скажем так, вознаграждение. И нашу, скажем так, еженедельную, понедельную доходность. Поэтому, друзья, я рад был с вами сегодня увидеться. Всего вам доброго. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу общего падения криптовалюты. Как вы на это реагируете, как вы к этому относитесь. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания. Пока.